Избирательный участок 0-2-10 в ДК Молодежном – один из самых крупных. Здесь всегда высокая явка. 10 сентября анапчане с самого утра спешили исполнить свой гражданский долг. Хочется, чтобы наши дети и мы жили хорошо. Я понимаю, что многие не верят сейчас уже ни во что, но это как бы наш долг. И если не мы, то это сделают за нас. Поэтому нашли время, пришли и проголосовали за того человека, которому доверяем. Надеемся, что он будет помогать. Чтобы лучше жилось нам, чтобы то, что мы хотим, чтобы оно все исполнялось. Чтобы у нас улучшилось здравоохранение. На всех избирательных участках повышенные меры безопасности. За ходом голосования следят сотрудники полиции, казаки и наблюдатели. Участок 0-2-66 в спортивной школе номер 10 обслуживает часть третьего микрорайона и Супсехское шоссе. Здесь также нарушений не зафиксировано. Явка активная. Несмотря на выходной день, анапчане идут семьями. Избиратели надеются на позитивные перемены в жизни города. Это хорошая традиция у нас в семье. Мы всегда голосуем. Мы еще ни одно голосование не пропускали. Мы приехали сюда. Всего два года живем в Анапе. И думаем, что с нашим голосом что-то изменится. Думаю, что и в том числе и от моего голоса зависит то, как будет жить край в ближайшее время. Каких людей, люди, население выберет для того, чтобы они осуществляли их надежды, желания, мечты. Обстановка спокойная, нормальная. Люди идут, голосуют, приходят с семьями, приходят с детьми. Всем довольны. То есть комиссия работает у нас в полном составе. Никаких нарушений не зарегистрировано. Анапчане выбирали представителей по двум одномандатным округам. Муниципальное образование вошло в состав двух избирательных округов. Городская территория, Станица Анапская, Гайкадзорский и Супсехские округа вошли в Южный, одномандатный округ номер 27. Остальные семь сельских территорий курорта – Солнечный, одномандатный округ номер 26. В шестом созыве количество депутатских мандатов сократилось со 100 до 70. Причем 35 депутатов избирались по одномандатным округам, а еще 35 – по территориальным партийным спискам.